МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В госдоме намеревается применить продукции сетей быстрого питания те же ограничения, что и к табачным изделиям, пишут известия. Парламентарии рекомендуют ввести в рекламу фастфуда и на его упаковку предупредительную информацию о вреде чрезмерного увлечения такой пищей. Кроме этого, предлагается печатать на упаковочных коробках и пакетах изображения последствий болезни, которые могут вызвать регулярное потребление того или иного продукта в ресторане быстрого питания. К другим темам. Книга – один из путей к познанию мира. Помимо получения новой информации, человек читающе развивает свои чувства, вырабатывает убеждения. Потому так важно с ранних лет прививать ребенку любовь к чтению. С людьми, увлеченными книгой, общалась Карина Аванесова. В небезграничных увлечениях и необузданных страстей со мной живут превратный гений, наперстник юности моей. 11-летний Алихан Ахматов толк в книге знает. Не один десяток прочел, особенно художественных. Любимый писатель Аксаков. Он утверждает, что никогда не променяет бумажное издание на скучную электронную читалку. Ведь нет ничего лучше тихого шороха страниц и запаха типографской краски. Я, например, читаю лично обычные книги. Во-первых, просто дух книжный. Книга – это просто доступно и интересно. Матери Хана Юлия любовь к литературе прививала сыну с самого раннего детства. Теперь он еженедельно посещает Республиканское общество книголюбов, где можно найти или обсудить интересующие его произведения. В самой организации отмечают, переломная эпоха для людей, увлеченных чтением, стали 90-е годы прошлого века. По словам руководителя общества Натальи Шинкаревой, тогда было не до духовной пищи. Люди боролись за выживание. В результате выросло нечитающее поколение. Ну а сегодня в сфере интересов молодых в основном всевозможные технические новинки. Мы как раз работаем с этими детьми 12-16 лет. Это тут возрастной период, когда дети перестают читать. Либо они все в интернете, они в сети, либо они усиленно подготавливаются к ЕГЭ, либо они сядут во дворе и занимаются другими какими-то делами и интересами. Чтобы развить интерес школьников в книге, общество постоянно проводит всевозможные конкурсы. Среди них есть исторические и патриотические. Но особой популярностью пользуется конкурс рукописной миниатюрной книги. В них участвуют в том числе и дети, оставшиеся без попечения родителей. Самым активным достается лучший подарок – книга. Наших детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, приглашают на мероприятие. Мы проводим такие занятия, где дети действительно опознают любовь к книге. Тем временем юный Алихан Ахматов подбирает очередную книгу. Но художественная литература и его предпочтения не ограничиваются. Параллельно читает физику Перельмана. Любите читать, но не то, что вам надо читать, что вы хотите читать. Карина Аванесова, Алина Тилова, Азамат Табухов. Вести утро Кабардино-Балкария. А в пожарных частях республики наиболее физически подготовленные подразделения определили по итогам конкурса. Он ежегодный, проходил в течение недели в два этапа. Огнеборцы демонстрировали спортивные навыки, а также умение работать со служебной документацией. По итогам состязаний определили лучших. Третье место завоевала команда пожарной части номер 9 из Золококуажа. Вторыми стали майчане, а победителями – каменомостки пожарные. К этому часу у меня все. Увидимся в следующем. Оставайтесь на телеканале «Россия». Приветствую всех, кто встречает Новый день с нами. В эфире «Вести утро Кабардино-Балкарии» в студии Лейла Махова. Сегодня в Пятигорске на Комсомольской поляне начинает работу 5-й Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2014». Традиционно он пройдет две смены, по неделе каждая. Участие примут более 2,5 тысяч молодых людей со всего Северного Кавказа, из других регионов России, в том числе Крыма и Севастополя. От Кабардино-Балкарии претендентов на вступление в ряды маршуковцев было почти 400. Конкурсная комиссия работала несколько дней. В итоге определили 2,5 сотни самых активных и креативных на 10 человек больше, чем в прошлом году, потому что организаторы увеличили квоту ряду регионов. И если в прежние годы каждому субъекту-участнику отводился день для демонстрации своих традиций, национальных блюд и танцев, то теперь пройдет день всего Северо-Кавказского округа. Как это будет, скоро узнаем. В Госдуме намеревается применить продукции сетей быстрого питания те же ограничения, что и к табачным изделиям, пишут известия. Парламентарии рекомендуют ввести в рекламу фастфуда и на его упаковку предупредительную информацию о вреде чрезмерного увлечения такой пищей. Кроме этого, предлагается печатать на упаковочных коробках и пакетах изображения последствий болезни, которые может вызвать регулярное потребление того или иного продукта в ресторане быстрого питания. К другим темам. Книга – один из путей к познанию мира. Помимо получения новой информации, человек читающе развивает свои чувства, вырабатывает убеждения. Потому так важно с ранних лет прививать ребенку любовь к чтению. С людьми, увлеченными книгой, общалась Карина Аванесова. В небезграничных увлечениях и необузданных страстей со мной живет превратный гений, наперстник юности моей. Одиннадцатилетний Алихан Ахматов толк в книге знает. Ни один десяток прочел, особенно художественных. Любимый писатель Аксаков. Он утверждает, что никогда не променяет бумажное издание на скучную электронную читалку. Ведь нет ничего лучше тихого шороха страниц и запаха типографской краски. Я только читаю лично обычные книги. Во-первых, просто двухкнижный. Книга эта просто доступна и интересна. Мать Алихана Юлия любовь к литературе прививала сыну с самого раннего детства. Теперь он еженедельно посещает Республиканское общество книголюбов, где можно найти или обсудить интересующие его произведения. В самой организации отмечают, переломная эпоха для людей, увлеченных чтением, стали 90-е годы прошлого века. По словам руководителя общества Натальи Шинкаревой, тогда была не до духовной пищи. Люди боролись за выживание. В результате выросло нечитающее поколение. Ну а сегодня в сфере интересов молодых в основном всевозможные технические новинки. Мы как раз работаем с этими детьми 12-16 лет. Это тут возрастной период, когда дети перестают читать. Либо они все в интернете, они в сети, либо они усиленно подготавливаются к ЕГЭ, либо они сядут во дворе и занимаются другими какими-то делами. Чтобы развить интерес школьников в книге, общество постоянно проводит всевозможные конкурсы. Среди них есть исторические и патриотические. Но особой популярностью пользуются конкурсы рукописной миниатюрной книги. В них участвуют в том числе и дети, оставшиеся без попечения родителей. Самым активным достается лучший подарок – книга. Наших детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, приглашают на мероприятие. Мы проводим такие занятия, где дети действительно опознают любовь к книге. Тем временем юный Алихан Ахматов подбирает очередную книгу. Но художественная литература и его предпочтения не ограничиваются. Параллельно читает физику Перельмана. Любите читать, но не то, что вам надо читать, что вы хотите читать. Карина Аванесова, Алина Тилова, Азамат Табухов. Вести Утро. Кабардино-Балкария. А в пожарных частях республики наиболее физически подготовленные подразделения определили по итогам конкурса. Он ежегодный, проходил в течение недели в два этапа. Огнеборцы демонстрировали спортивные навыки, а также умение работать со служебной документацией. По итогам состязаний определили лучших. Третье место завоевала команда пожарной части номер 9 из Алкакуажа. Вторыми стали Майчане, а победителями – Каменомостки пожарные. Это была последняя информация. Я с вами прощаюсь и желаю удачного начала недели.